Всех приветствую дорогие друзья! И сегодня немножечко вот в таком формате попробуем писать видео. Что же я сделал? Я установил наконец-то все тяги, установил, собрал мосты, поставил амортизаторы, поставил серву, поставил мотор и поставил муляж мотора. Теперь это выглядит все вот так вот. Внешний вид мостов мне очень понравился. Просто выглядит шикарно. Пока нету карданов. Жду карданы от Сергея Сарайкина. Если кому нужны запчасти, обращайтесь к Сергею Сарайкину. У него всегда все есть и всегда хороший ценничек. Амортизаторы. Ну давайте для начала посмотрим, как все это собирается. Сейчас я вставлю небольшую подборочку, как я все это собирал. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Есть, конечно, которые ломаются, но я очень надеюсь, что здесь так не будет. Амортизаторы на данный момент я использовал тоже с Алиэкспресс 90 мм, но пока не могу сказать точно. Если спереди точно все хорошо, да, то есть вот не прилагая огромных усилий, видите, амортизаторы работают сзади, пока нету веса, они жесткие. Но сзади у нас будет регулятор скорости, будет аккумулятор, аккумулятор здесь будет, скорее всего, 2С на 1003-5, не знаю, пока что еще влезет. Здесь сложный такой нюанс с аккумулятором, потому что места достаточно мало. Если мы его расположим слишком низко, он будет мешать ходам подвески, если слишком высоко, он будет мешать одеть наш кузов. Вот в это самая такая основательная проблема. Диски собрал, конечно, замучился. У этих дисков нету такого быстросъема, как у большинства, в которых достаточно открутить там 6 винтов, и они половинятся. Здесь с обоих сторон именно вот такие бедлоки с кучей-кучей-кучей огромных винтов. Их все приходится крутить. Резина шикарно оделась, как будто она вообще рождена для этих дисков. Пока остаются эти диски, я не установил на них еще колпаки. И вот сюда вот колпачок ставится. Выглядит достаточно все это неплохо. Это уже когда будем ближе к кузову, тогда уже и будем ставить эти колпачки. Вот такая вот получается модель. На данный момент мне все нравится. Очень хочется ее запустить уже. Соответственно, попробовать проехать на ней. Как она поедет пока без кузова. Да, первоначальные тесты такие произвести. Но ввиду того, что это не первая моя модель именно Вранглера. Я уже строил аналогичный. Я очень надеюсь, что поедет она неплохо. Тот Вранглер мне нравилось, как едет. Но тот был на порталах. Этот у нас без порталов. То есть мосты Traxxas. Все Traxxas на удаление порталов от SSD. Ссылочку я, по-моему, уже давал на это. Приобреталась на Amain Hobbies. Установлены, кстати, еще вот такие вот крышечки, как я уже показывал. Эту крышечку я буду перекрашивать. Мне не нравится цвет. Я хочу ярко-ярко-красную. Сзади установлена крышка, которая была в комплекте. Корпуса металлические, напоминаю, здесь стоят. Была еще небольшая идея. Если вы обратите внимание, вот здесь вот. Видите, вот такие вы штамповочки. Хотелось в какой-то момент почти просверлил и сделал их такими ажурными сделать. Внешний вид бы намного стал интереснее, мне кажется. Но пока эту идею не стал реализовывать. Потому что непонятно, как все это будет. Само понимание шасси есть. Но вот пока не стал. Чтобы не красить. Потому что как только мы начинаем работать с мостами, их придется красить. Пока не хочу. То есть все собралось как есть. Ход, кстати, кому интересно. Все складывается. Никто, нигде, никому ничего не мешает. Видите, все идеально складывается. Я боялся, что что-то, возможно, будет мешать. Но ничего нигде не мешает, не задевает. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дальше будем строить тачку. Я думаю, вам понравится. Пока.